Всем привет! Это Украина на вкус. Сегодня будем готовить настоящее домашнее детское лакомство. Очень простой пирог с растением, многолетним растением семейства гречишных, которое явно недооценено русской и украиной язычными рэперами, потому что в Украине оно называется румбомбор, румбор, румбор, румбомбор, румбомбор. В английском языке его знают как рубаб, в немецком как рабах, простите мне мой невецкий, а в русскоязычных странах его знают как просто ревень, пирог с ревенем. Для его приготовления нам понадобится румбомбор, ну извините, я не мог сдержаться, ревень, мука, яйцо, сливочное масло, молоко, сахар, дрожжи и фрукты. Ну действительно смешно звучит, румбомбор, его еще называют рубар, что тоже достаточно смешно. Первое, что делаем, это делаем тесто. Конечно же сначала делаем опару, разводим в теплом молоке дрожжи и добавляем сахар. Так дрожжи начнут активно действовать. Просеиваем муку через сито, для чего? Правильно, потому что так она насыщается дополнительно кислородом. Добавляем яйцо, растопленное масло и молоко с дрожжами. Замешиваем упругое тесто. Накрываем пленкой и отправляем в расстойку где-то на час. И чтобы этот час из жизни не вычеркивать на сидение в фейсбуке, начинаем чистить ревень. Овощечисткой снимаем верхнюю шкурку. И нарезаем приблизительно одинаковыми кусочками. Достаем тесто, которое уже взошло, обминаем его, обнаруживаем, что в доме все так же нет скалки для раскатывания теста. Берем стретчевую пленку и этим рулоном раскатываем тесто в тонкий пласт. Обрезаем, делаем квадрат такой по размеру деко, который у нас есть, в котором мы будем отправлять его в духовку. И выкладываем тесто на деко. Теперь кусочки ревеня аккуратненько выкладываем на тесто. Поняли теперь, для чего нам нужны были вот именно ровненькие кусочки? Чтобы красивенько было. Дальше, если у вас есть время и вдохновение, можете оставшееся тесто тоже раскатать и сделать из него бортики для нашего пирога. Можете, конечно, и не делать, но так получится красивее. А теперь весь наш пирог обильно засыпаем сахаром. Он, кстати, потом запечется чудесной карамельной корочкой. Теперь все просто. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, где-то минут на 40. Минут через 20, когда тесто уже схватится, взбейте яйцо и смажьте края пирога взбитым яйцом. Будет красиво. Когда пирог будет готов и образуется классная карамельная корочка, доставайте его. Подавать его лучше всего с компотом из ревеня. А вот как приготовить компот, я расскажу в другой программе. Так что оставайтесь с нами. Расскажите нам на наших страницах в соцсетях, как у вас получился пирог с ревенем или нет. Хотя я, честно говоря, не понимаю, что тут может не получиться. Смачного!